Девушки отдыхают Кто вдруг не знал, он не в Холмогорах родился Недалеко от этого места, но не в Холмогорах В общем, экскурсию я забронировала на Трипстере, как обычно это делаю Восемь часов она будет длиться, автобус она пешеходная, на машине поедем Восемь часов будем ездить, все смотреть Надеюсь, получится адекватно все снять Что будет время на свободное перемещение, куда бы то ни было Да, в общем, что по погоде Дождь, да, ночью был дождь И сегодня вероятность дождя тоже высокая И не так жарко, как было вчера Где-то 15 градусов Ну и мрачненько, так серенько Ну, на улицу выйдем, сейчас своими глазами на все посмотрим Да, в общем, мы уже почти оделись Уже даже обулись Вот в таком виде я сегодня поеду В кожаных штанах, которые не продуваются, чтобы точно не замерзнуть Да, и в берцах на случай дождя, чтобы не промокнуть Ну и куртку такую пухленькую Пуховичок свой такой Практически зимний сегодня надену Чтобы мне было максимально комфортно Так, ну что, пора выходить Выходим Ну вот как-то так сегодня Видите, облака И в то же время, да, вроде как и солнышко С той стороны Ну, дождя на данный момент нет Но лужи, вот, пожалуйста В общем, надеюсь, все-таки Не будет нас сегодня поливать Как-то не хочется, да, под дождем-то гулять с зонтом Это не очень удобно Но что будет, то и будет Да, главное, чтобы никаких накладок И все было хорошо Ну что, стоим, ждем, когда за нами заедут Мы еще не доехали до Холмогор Нас довезли до Матигор, да Это такое поселение Достаточно большое Из нескольких деревушек состоит Да, и вот там, где мы Здесь и школа, и детский сад Вот все это имеется, да Вот пришли на такую смотровую площадку Смотрите, да Какой вид классный вообще Да, очень красиво Да, вам, наверное, не видно И даже если я приближу То же, наверное, не очень будет видно Вот там вот собор Да Вот там видно вам По центру кадра Это, я так понимаю, Холмогор Да А вот там Вот там В тумане не видно Белый, да Собор Дмитрия Солунского Это уже в Ломоносово Да Вот как раз где Михаил Васильевич-то и родился Вот Чтобы туда попасть Нам нужно будет плыть на пароме Прикольно Да Тут вот всякие речки, речки, речки Нам названия говорили Но их так много Что сам Бог велел запутаться Ну, это Быстрокурка Быстрокурка, она чуть подальше А это проток Холмогорка Холмогорка, Быстрокурка И какая-то там еще В общем Здесь огромное количество речек Речечек, проток И вот этого вот всего Островов, островков Да Вот Полюбовались таким видом Смотрите, здесь Такие настилы Да, интересные Променад Променад местный Вот, школьные автобусы Смотрите, желтенькие, да Такие скамеечки Можно посидеть И так красиво тут сделано Вот, можно погулять в хорошую погоду Вот фонарики Да, вид, конечно, тут классный Такие рябинки Вот там даже памятник, кстати, есть Интересный Но, наверное, мы не будем рядом останавливаться Не знаю Посмотрим Да, вот Так, вот если В ту сторону посмотреть Видите, такие сердечки на столбах Я люблю свою семью Я люблю Россию Да Что-то такое вот Такое поселение А вот что вот это за деревянная конструкция Я не знаю Скорее всего, какой-то щит Куда крепится Разного рода Ну, не стен газета, конечно Ну, какие-то Объявления Да, но сейчас там ничего Крепится Да, вот такая площадочка Смотрите, да Вот это школа Да 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 Тут и стадиончик какой-то небольшой есть Он там улазился Целый спортивный городок Да И вот там впереди Малинник Такое вот интересное местечко Заехали мы еще В поселение Которое называется Хетка Да Ну, вот совсем рядом Вот с тем местом Где мы были Да Вот остановились Посмотреть на церковь Среди поля Да Смотрите, какая она красивая Это 17 век Да Придется приблизить немножечко Ой Ветер задувает Во всю Вот Красивая Я, правда, не поняла Как она называется Симпатичненько, да Так все это выглядит Поля Здесь картошку Да Сажают Собирают Деревня Большая деревня Смотрите И дорога-то какая хорошая Да Ой Просторы-то какие Красота Красота И краски-то Осенние Так А мы едем в ту сторону Да, получается Ну, вот Мы уже направляемся В холмогоры И вот остановились У такого знака Да, смотрите Написано Ой Чуть не сдуло меня грузовиком Так, холмогоры Да Здесь перечислены Выдающиеся люди Которые Прославили это место Архиепископ Афанасий Михаил Ломоносов Фредот Шубин Ну и разные другие Да, вот смотрите В 1138 году Да, холмогоры Впервые в летописи Упоминаются Вот 12 век Древнее, да Такое место Так Форма, да Вот Она такая Необычная Это Стилизованная Часовня Из дворки Да, вот эта Часовня С росписью Роспись на кости Да, вот Тут Это Местное творчество Да, такое довольно известное И Солнце там вот как-то встает Этот Знак установлен В таком особом месте Что в день Летнего солнцестояния Здесь В этих створках Как бы прям В середине В этой щели Восходит солнце Да Наверное Очень красиво Ну вот сейчас Там нет Солнца Такое Мрачное небо А еще Перечислены Разные Поселения Да Или области Поселения Да Да Вот Посмотрите Да Как интересно И речка Тут такая Течет А я опять забыла Быстрокурка Или Курка Какая-то еще Здесь их очень много Все перечисляют Смыслы нет Ныне принципиально Да В общем Эти поближе Дошу Да Вот основание Вот этого знака Так интересно Сделал Таким камушком Такая вот Красота Такое интересное место Едем Ну вот Мы в Холмогорах Вот приехали Посмотреть на разные Соборы Церкви И достопримечательности Вот смотрите Как тут интересно Да Особенно Столб Интересный Так вот Храм 12 апостолов Это вот тот Вот по-моему Да В общем Мы еще не разобрались Мы только что Вышли из машины Как тут Как тут Как тут Успеешь-то все Церковь святого духа Вон-то белая Вот это Да Колокольная работа То есть действующая А вот храм Ну видно по нему Да Что там Ни куполов Ни крестов Вот Такие домики Красиво Тут Не, не сразу Они с 1802 До 1944 года Все равно Я в чему Потому что они По открытому Сему Людей За счет Чему Это же как и требует Финансово Сказать так Вложение Если они До этого В общем Где-то жили А то Откуда У них Приглись По На Финансов Они делали для себя Но делились людьми Нет Я понимаю Если у них до этого Ничего не было Почему После того Как выходили сюда У них Это появилось Им передали Этот монастырь Вместе Со всеми Мердом Хозяйством Которым У них До этого Когда здесь Ну У них От прежнего Монестеря Например Сохни Вот Огороды У них Остались Вот Значит Богослужатель Допустим Что-то Ну Недостаточного Промен Вот Они потом Приобретали Как Кто-то Что-то Жертв Ну Допустим Книги Допустим Другую Пальцакова Это Жертв А А вот Что-то Самим Восполнить Они Научились Потом И Коны Писать Пошевать И Самое Страшное Что Вот Варшевики Заняли Монастырь Документы Которые В монастыре Хранились И Уничтожили Монастырь Памятник ЮНЕСК Здесь Виды Другого На них Ой Вот Смотрите Да Как интересно Красиво Подписаны Вид-то Какой Если б не эти леса Да То Прям Наслаждение Для Глаз Красота Какая Так Это Церковь Двенадцати Апостолов Маленькая Вот Впереди Отец Олег Проводил Экскурсию На колокольне Небольшой музейчик Ну Я Сняла Для вас Но Потом Что к чему Если вспомним И расскажем Вот Туда Мы с вами Поднимались Наверх 14 лет Эта колокольня В лесах Стоит Неизвестно Реставерируют Ли Ее Когда Нибудь Ну Собор Спасопреображенский Там Внутри Уже И нет Ничего Проще По-моему Законсервировать Чем Восстановить Но Это Конечно Решать Будут Другие Люди Так Вот Церковь Святого Духа Смотрите Да Какая Интересная Конструкция Сложно Будет Восстанавливать Так А мы Идем В Архиерейские Палаты Смотрите Все Уже Убежали А я Замедлилось Немножко Такой Крест Здесь стоит Памятный Он Поставлен Здесь Что В честь Того Что Когда-то Много-много лет Назад Именно в Холмогорах В ссылке Было Печально известное Браунгшвейгское Семейство Анна Леопольдовна Антон Ульрих И их дети Здесь Тоже Жили Давно-давно Мы с мужем Ездили В Фрюссельбург В крепость Орешек Снимали ролик Но его На данный момент В прямом доступе Нет В общем Мы там Рассказывали Про Тайного Узника Шлиссельбургской Крепости Про Ивана Шестого Ивана Антоновича Вот он Тоже Здесь Был Вместе С родителями С 4 До 16 Лет А потом Его В Шлиссельбург Перевезли А семья Осталась Здесь Еще много-много Лет Здесь Они Жили Охожие Мы могли И видеть Только Хомогорский Монастырь Который Располагался За тем Делым Зданием Посередине Поля И там Дальше Деревну Видно Деревну Махи Гори И здесь Подносом Озеро Был Огород Теплица Закривали То есть Все Их Развлечения У нас В тот Берег Обследовали По шагу Один Метр И оказалось Что в этом месте Действительно Есть Захоронения Осталось Только Слово Архиве Полков А вокруг Храма Вот здесь Очень много Захоронений В 1913 В 1913 году Один Семеновского Полка Калмогорского Стрельца У нас Было Два Полка Калмогорских Стрельцов У каждого Была Своя Церковь И у каждого Было Своё Знамя Знамя Были Изготовлены В Москве В 1696 Году В Оружальной Палате Вышиты Они были Рисованы Серебряными Нигами Вот И на них Изображались Святые С Александра Невского До Петра Первого Святые Покровители Балков И начали Появляться Первые Буквавые Орлы А святые Стали Исчезать Стали Появляться Буквавые Орлы Либо Просто Какие-нибудь Светополосы Светополосы Андрея Светополоса Антон Ульрих Браушвейгский Он же До смерти Здесь Оставался Своими Детьми Где-то Здесь Буквавые Там Как раз Место захоронения Антона Поля Как Предполагается Где Здесь Ооо Видите Вот Тут Здесь Мы Повесили Табличку С Изображением Герба Рота Браушвейского Но Там Где Буквы Там Были Еще Маленькие Изображения Львов Которые Трудно Было Испомнить Поэтому Мы Убрали Или Просто Написали В честь Чего Табличка Повешена Когда Место Захании Будет Обнаружено Как Удостоверено Потом Сделано Глобе И тогда Это тот Табличка На этом Глобе И повесили Вот Это мы С вами Вот в эту Церковь Заходили Там Вот Крест Здесь Заключенные Были Обнаружены Останки Большого Количества Людей Под тем Крестом Я Подпишу Потом Что за Событие Было Потому что Я Сегодня Не выспалась И голова Вообще Не варит Никакую Информацию Не воспринимаю Бегаем Тут За Отцом Олегом По этой Колокольне Бегали Он Интересно Рассказывает На самом деле Интересно Но Когда Когда Не Выспался Ничего Не Воспринимаешь Вот Наш Гид Сергей Сейчас Везет Нас Куда То Еще В общем Я вам Так Скажу Если Будете Поблизости Именно В Холма Горы Очень Советую Заехать Но С экскурсией Потому Что Я не Уверена Что Просто Так Можно Прийти И Попросить Отца Олега Провести Вас По Колокольне По Этому Дому Где Мы Ходили В общем Наверное Не все Так Просто С экскурсией Все Увидите Все Вам Расскажут Будет Очень Интересно Буквально На 5 минут Заскочили В такую Кафешку Наш Гид Решил Перекусить Но Честно Говоря Я не Увидела Смысла Находиться В этой Кафешке Кофе Какой Латте Капучино Там Нет Зеленого Чая Нет Я думаю Что Я там Буду Тогда Делать Черный Чай Я не Пью Обычный Кофе Тоже Растворим И тем Более Поэтому Я тут Решила Немножко Побродить Благо Дождик Который Был Около Церкви Закончился И Солнышко Вылезло Не Очень Аппетитный Пейзаж Простите Где Хожу То Вам И Показываю Ну В общем Вот Такая Улочка Машины Домики Смотрите И Большие Дома Две С половиной Тысячи Человек Живет В Холмогорах Когда Холмогоры Это Был Большой Город Да Порт Портовый Город Но Потом Построили Архангельск Да Там Парк Не парк Что-то Интересненькое Давайте Сбегаем Да И Холмогоры Утратили Своё Значение Но Люди Тут Живут До сих Пор Даже Памятник Так Сейчас Подойдём Поближе А это Михаил Ломоносов Вот Молодой Ещё Вот Из Холмогор Он Шёл 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 Дошёл До Москвы Вот На канале ДС Астра Есть Целое Видео Про Ломоносов Много Много Часов Оно Длится Мы Его Смотрели Очень Нам Понравилось Да Так Ладно Пойду я Обратно К этой Кафешке Да Всё Не договорю Вам Здесь и школа И детский сад И аптеки И магазины Всё это Имеется Да Вот мы тут На машине Большей частью На машине Передвигаемся Я бы вот и пешочком Походить Не против Была Мы приехали На пристань В село Ломоносово Зимой Можно попасть Прям по льду А вот Когда льда Нет Да То Можно попасть На пароме Паром Ходит по времени Естественно Ну и Экскурсии Они ко времени Привязаны Вот мы сюда Торопились Вот На том берегу Село Ломоносово Мы видели Да Вот Церковь Дмитрия Солунского Где-то она Вот там Находится Проезд на тот берег На этом Замечательном Плавсредстве Стоит 25 рублей С человека В одну сторону Да То есть мы заплатили 100 рублей Да и обратно Будем плыть С таким Прекрасным Видом Сейчас нас Сдует Ветром Красота Так У меня такое чувство Что мы уже плывем На самом деле Мы еще Не плывем Никуда Да И в машины Тоже Можно перевозить На этом Плоту Хотела сказать На этом пароме Когда я бронировала Экскурсию В гиде было написано Что Ну если мы С машиной То 1000 рублей В группе Вот Но машину Наш гид решил Оставить На этом берегу Поэтому мы Сэкономили 1000 рублей Ну 900 Нужно зайти Да Нет Или там Белетер сидит Наверное В общем непонятно Ну в общем Мы в любом случае На верхней палубе Поедем Что ж мы Дурные Прятаться От таких Прекрасных Видов Да 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 Так вот смотрите Мы с вами едем сейчас На Пур остров Вот Остров Родина Смотрите Тут разная информация Цены На всякие Автомашины Даже автобус Можно Перевозить А это Расписание Движения Да Вот там На том берегу Мы с вами Сели на паром И он пошел Писать Круголя Да Мы какой-то Дугой Вот так вот Описали Дугу И едем Туда Где вот Скопище машин То есть Плывем Простите А это все Потому что Мы мель Объезжаем Река Обмелела И вот так Прямо Да По диагонали Точнее Не проехать Не проплыть Вот А вот это место Откуда мы Отплывали И куда мы Потом будем Возвращаться Называется Америка А почему Америка А вот потому что А вот потому что Америка Да Подплываем К другому берегу Берег Поэтому Аккуратно Не боится Надо Хвататься За что-нибудь Ну а сколько Желающих Перебраться На тот берег Откуда мы Плывем Берегу прижимать А вон в воде Перебраться Заставил Берегу Ну как Мама Маносова Отец Маносова Погиб На промысла Место Захоронения Уже В селе Ломоносово Символическое Погревение Вот Тривская Церковь Построена Так в восемнадцатом веке вот так вот такая экскурсия все бегом-бегом толком вам ничего даже рассказать-то не могу потому что мало что знаю место это называется Палишина гора или Палишинка самая высокая точка ничего не успела раньше здесь было две волости одна называлась Равдогорская вот туда вот она уходила это была Ломоносовская вот с этой стороны нужно здесь снимать то лучше здесь как раз надпись что крест поставлен в память Ломоносова Василия Дорофеевича и Елены Ивановны Сивковой начинал строить и начинали ее строить Ломоносов и сам Ломоносов принимал участие в ее строительстве он вел книги записи дороги тут не очень не очень и отец выделил деньги но заканчивали уже когда Ломоносов был в общем мы все ездим да ездим а сейчас будем ходить пешочком да это церковь мы с вами видели с другого берега реки да церковь Дмитрия Солунского Дмитриевская вот так стоит на таком холме рядом вот домики да огородики картошку выращиваем прикольно маленькие огромные подсолнухи да подсолнухи вообще шикарные просто это не подсолнухи это какие-то мутанты вот я таких никогда не видела и это мы на севере между прочим вот такая улочка тут симпатичные домики сейчас уже осень и последний паром в 16.50 по-моему вот сюда представляете вот никуда не сплавать тусуйся тут да ни кафешки ни дискотеки а когда лед тает когда никак не перебраться еще то есть уже нельзя по льду и еще не открыта переправа этот остров просто отрезан от большой земли представляете целый месяц никуда не денешься вот такие условия у жителей этого кур острова запасаются на целый месяц продовольствием стараются не болеть потому что до больницы не добраться будет если заболеешь вот так и живут смотрите даже без заборов живут-то почти это кстати особенности северной архитектуры или как это сказать вот мы сейчас здесь ездим по архангельской области и у очень многих домов нет заборов вот пожалуйста так вот повелось издавна так а вот смотрите еще одна церковь впереди обычный дом по сути просто пристроили скажем так звонницу да и вот крест получилась церковь детишек развозят на таких автобусах здесь есть школа да своя вот с такого ракурса это церковь видите а вот эти вот сараи да это не гаражи и не просто сарай это картофельные погреба там хранится картошка здесь ее выращивают в большом количестве ну вот где мы с вами были до этого в разных поселочках да в разных поселениях где выходили из машины там везде такие погреба очень много картошки смотрите такой домик симпатичный ой красота какая там на крыше флюгер в виде котика ой слушайте супер ну и вид конечно вот такой вот здесь на речку открывается очень очень красиво тут так а мы кажется сейчас идем в музей да так или не в музей куда мы тут куда мы тут наверное вас надо вперед пустить меня ну конечно нет мы не загораживали вид на музей куда мы а вот это музей это музей он стоит на месте дома Ломоносовых место это было обнаружено путешественником Чилищев Чилищевым который прибыл сюда в конце 18 века очень странная здесь формулировка остатки усадьбы остатки и Чилищевым в разговорах с местными жителями узнал что отец Ломоносова выкопал пруд сожилка это даже соживка называлась а не пруд у Чилищева и по оставшемуся здесь углублению обнаружили предположили место дома Ломоносова надеюсь он слышит вот как раз с правой стороны мы и видим такие пруды используются для содержания рыбы для осушения местности возможно и то и другое сразу же потом и фабрика некоторое время находилась и есть еще советское пристроенное здание там будет выставка посвященная косторезам как интересно смотри какая беседка очень красиво побывали мы на экскурсии в этом музее экскурсия очень интересная но абсолютно не было возможности не то что снимать а даже банально фотографировать вот ходишь и слушаешь как экскурсовод рассказывает о Ломоносове где он родился да как он дальше жил ну в общем интересно еще там была выставка разных работ из кости да картины ну интересный музей вход 100 рублей плюс 100 рублей за экскурсию того мы оставили 400 рублей но получили удовольствие жаль что не вышло ничего для вас там поснимать так сейчас мы опять куда-то идем вот это вот какое-то училище да там как раз косторезов то и готовят и вот мы на какой-то мастер-класс направляемся да будем что-то там резать из кости посмотрим что получится да это дом если вдруг подумали что Ломоносов жил именно в этом доме нет дом сам утрачен вот пруд вроде как при Ломоносове имелся ну вот который мы с вами проходили вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Это сова, если кто-то вдруг не понял Устроили нам мастер-класс резьбы по кости Ну и сначала рассказали историю, что очень много мастеров Именно здесь, на Курострове было резчиков по кости Потом постепенно этот промысел сошел на нет Но сейчас он снова не то чтобы возрождается Но много опять мастеров С костями сложнее Все-таки не на каждой кости можно что-то такое интересное создать Коровьи кости, они такие сложненькие А прочие, знаете, кости мамонта, например Их же еще добыть нужно Правильно? Или кости бивни, да, какие-нибудь, слоновья Опять же они на каждом углу продаются Да, так что, в общем, некие сложности есть у костарезов Ну вот, нам выдали маленькие заготовочки С рисуночком И там вот сидели Все это пилили Сложно, честно скажу И не бесплатно Да, по-моему, 500 рублей 500 рублей за двоих Ну, как сувенир, очень даже неплохо Хотя моя сова не самая изящная сова в мире Это, конечно, грустно Так, идем вот с вами по улочке, да, смотрите Магазин-поморочка Магазин любимый Свежая вкусная выпечка Надеюсь, так и есть Смотрите, какой домик веселый Да, такой Красивый Вот Да 500 человек, по-моему, здесь живет Где-то в среднем Вот так вот И северное сияние Здесь можно наблюдать Северное сияние Так У меня неверная информация была Не 500 Меньше Меньше людей здесь живет Но летом сюда приезжают Почему не пожить летом В таком живописном местечке Да Или погреб сушит И погреб сушит О, смотрите Погреб Сушит Оригинальненько Ой, там открыто Можно даже заглянуть Смотрите-ка О, вот так вот цветы и выглядят Интересненько Сжигают в ведре дрова Или Пусть пыль была Многие и угора Делают Ой, кошмар какой Можно так Посушить свой погреб Что и умереть Ой, дождик пошел Смотрите Красное село Вон там написано Да Здесь Дворики Знаете, вот Три дома Одна деревушка Или одно поселение Рядом еще Три дома Тоже как-то По-своему называется А в целом Вот Ломоносово В общем Оригинально Конечно Тут все Видите Деревня Красное село Прикольно Вот Смотрите Памятник Ломоносово Сейчас дойдем До памятника Ломоносово А за ним Старая школа Она сейчас Не функционирует Построена Новая Да Ну она в глубине Я бы ее для вас сняла Но там не очень Хорошо видно Плюс ко всему Мы же привязаны К расписанию парома Ну да Мы бы может и рады Здесь Знаете Самостоятельно погулять С полчасика Но возможности Такой у нас нет И Экскурсия в музей Она была Достаточно Такая Продолжительная Там Там много Про что рассказывали Не только Про Ломоносова Там про его жизнь Про его предков Про жизнь Таморов В принципе Когда они в то время Жили Про каких-то Современных Местных жителей Чем они занимаются И так далее И когда Вот смотрите Какая школа Интересная Вот Здесь очень красивая природа Да Да Смотри Там детская площадка Да Ну это Здание Школы Детского сада А детский сад А детский сад Еще тут А вот тут По-моему Да Сцена Здесь Сельские Разные Проводятся мероприятия Вот Видно вам Короче К сцене Я пробираюсь Такими-то Пьяными тропами И меня Растения Не пущают Но я все-таки Прорвалась Я молодец Да Нет Ну вот Вообще Там тропинка Я могла обойти Ну ладно Уже Через так Через Кусты Пролезла Вот Сцена Новенькая Относительно Да Такая Для местной Самодеятельности Очень даже Неплохо Вот тут будет Клумба Уже Наверное Следующей Весной Да Все Благоустраивают Красивенько Будет Смотрите Какая Беседочка Да Скамейки Очень интересно Что это Такое Зачем Непонятно Так На скамейке Что-то Написано Так Родине Ломоносова От города Корабелов Вот Вот Видите Ну Еще Наверное Не доделали Они Эту Беседку Ладно Возвращаемся Вон Вон там Машина Я сейчас Тут Все Буду Оббегать И Уже Пора Нам К парому Двигаться Смотрите Какой домик С цветочками Ой Красиво Как красиво Слушайте Ой Капелька На объектив Попала Дождь Идет Ну Ладно Сейчас Никак Не убрать Вот Такая Улочка Туда Туда Сейчас Поедем Туда Смотрите Золотая Осень Красота Какая Картины Пишет Как-то раз К ней домой Заходили Люди Покупалеки Картины Хорошую Картины Пишут Засылали Через меня Передавали И краски Мольберты Понимусь Там Убедем Что Все Нужно Я Убедем Я Убедем Я Убедем Засоберем Я Убедем Через Волг И это Ванна Ну Вот Наверное Последняя Достопримечательность Которую мы увидим В селе Ломонос Вот Такая Стела Она При въезде Расположена Логично Было Показать Вначале Но Не было Такой Возможности Было Возможности Вот Там Схема Села Посмотрите Да И Вот Очень Много Информации На самом деле Здесь Интересно Но Мне Было Интереснее Самостоятельно Походить Погулять Все Везде Изучить Для этого Нужна Своя Машина И Много Много Времени Точно Паром К нам Еще Не доплыл Но Некоторым Паром И не Нужен Смотрите На какой Странной Балалайке Тут Можно Было Кататься Плавать Я не Поняла Что Это Изобретение Что За Чудо Это Это Кто Это Что Что Это За Средство Передвижения Такое Каракат Каракат То есть Он И ездит И плавает И он Просто По Как Сказать Там Там Вот Ну Как Это Называется Что Такое Ну Вот Он Едет Получается Река Такая Мелкая Или Он Плывет А Он Плывет Да А До Сюда Он Ехал Да Слушайте Я тоже Хочу На Такой Штуке Покататься Прогресс Шагает Да Вообще Просто О Тешит Тешит Прям На Тот Берег Со Скоростью Бешеного Рака Ну Слушай А нам Тут Еще Ждать Все Равно Паром А Он Уже Он Скоро Там Будет Вот Так Вот Весело Тут Живут Люди Ну вот Доехали до Холмогор Вот Оттуда Да Ехали Плыли Простите Плыли Вот Ну и что Ну и наша Экскурсия Фактически То Заканчивается Да Сейчас Сядем В машину Да Поедем В Архангельск В общем То И все Все Что Запланировано Было Мы Реализовали Жаль Что Не везде Получилось Поснимать И Как-то Более Подробно Да Как-то Более Подробно Не показать Не рассказать Времени Мало Бегаешь Бегаешь Камеру Включить Некогда Да Ну мы Поделимся Чуть позже Своими Впечатлениями С вами Все Мы уже В Архангельске Нас Высадили Вот В самом Начале Воскресен Да Воскресенской Улицы Вот она Это Высотка Которую Мы Уже За ориентир Считаем Не было Возможности Во время Экскурсии Где-то Остановиться И Поесть Вернее Возможность Была Не было Времени Так Перекусили По-быстренькому Но Что такое Да Булочка Которую Я съела Ни о чем В общем Я голодная Ужасно Голодная Поэтому Мы Попросили Нас Высадить Рядом С Капешкой Практически Рядом Да Мы ее Выбрали На Естественно Картах Два Гис И Вот Идем Куда Кушать Называется Она Калитка Парк Да Вот Калитка Парк Среди Как раз Видна Вывеска Современная Столовая Смотри Да Калитка Парк А еще Кстати У нас Был Вариант Вот Сюда Сходить Это Мультиформатное Лофт Кафе Название Да Оригинальное Что такое Мультиформатное Лофт Кафе Кто бы мне Объяснил Но Рейтинг У этого Лофт Кафе Я бы сказала Весьма Невысок Меньше Трех баллов И отзывы Кто на пятерку Кто на единицу Средних не бывает Да А вот У калитки Отзывы Получше Поэтому Мы все-таки Решили Сходить В столовую Именно В эту Мне кажется Она может быть Более традиционная Да Все-таки Не заманивает нас Разными Иностранными Словами Именно Поесть Тут Что-то Наверняка Ну В общем Мы пойдем В эту Калитку Так Наш Поздний Поздний Обед Из чего Состоит Из чего Он состоит Давайте Там посмотрим Вот солянка Домашняя 109 рублей Как-то маленькая Какая-то порция Да Ну горячая Видно Что это Солянка горячая Паста с грибами 116 Хлеб дарницкий По 7 рублей Чай Чай по 50 По 25 А По 25 Вот Да Свой Я еще Не заварила А еще Салатик У тебя Да Свежий 49 Рублей Так У меня Что Ну вот Тоже Чай 25 Рублей Картофельное Пюре 69 Свиной Шницель 159 Салат Из капусты И морковки 49 И я взяла Вот такой Вот удобный Калаш 29 Рублей Так Вот 644 Рубля Мы за все это отдали И сейчас будем кушать Все Мы наконец-то поели Какая радость Ну реально были голодные Как звери просто Что по столовой Цены средние Да Не скажу, что мы очень много заплатили В Северодвинске Да На острове Яглы Мы оставили больше По еде Здесь довольно вкусно Ну то, что я ела Было очень даже неплохо И порция мне показалась Вполне адекватной Мне тоже все понравилось И солянка И Макароны С грибами Были вполне Вкусными Да Ну мы пришли Чуть ли не к закрытию Этого заведения Поэтому там Не было людей Ну и обслуживающий персонал Тоже Почти отсутствовал На рабочем месте Одна женщина на раздаче И кассир Который появился Минут через пять Чтобы Посчитать Ну это все мелочи Потому что Такие столовые Обычно ходят Днем Конечно Просто мы так Удачно Попали Да Так что Вот еще одна Весьма неплохая Столовая Давай не будем Перебегать Да В общем Не будем мы Перебегать Дорогу Все равно Не успеем Ну что Вот выходим Мы на Воскресенскую Смотрите Да Как подсвечена Это высотка Красивенька Муненько тут Ну и сейчас По этой улице Будем двигаться Уже в сторону Нашей гостиницы Мы шли По Воскресенской Улице И Два раза Пытались вам Рассказать О нашей экскурсии Но у нас Ничего не получается Потому что На этой Воскресенской Как в трубе Дует ветер Прям в объектив В камеру Ничего не слышно И летит мор Скорость заливается Да И объектив заливается Поэтому мы Немножко свернули Туда Где вроде бы Не так ветрено Забытьем Может быть Даже не так шумно Будет Да И хотим вам Рассказать Про экскурсию Экскурсию Я бронировала На Трипстере Таких экскурсий Несколько Ну кто Возит В Холмогоры Но вот Эта экскурсия Одна из двух Которая стоит На мой взгляд Более-менее Вменяемых денег 12 тысяч рублей Есть экскурсии Дороже Но я Не смогла Позволить себе Что-то более Дорогое 12 тысяч рублей Тоже не 3 копейки Да Четверть Заплатили Онлайн При бронировании И вот 9 тысяч Сегодня Отдали В машине Передали А плюс Еще 500 рублей За мастер-класс Резьбы По Косте Да То есть 9500 Это мы еще Тысячу сэкономили Потому что На машине Не переправлялись На пароме А так еще Сверху Ну в копеечку Немножечко Да Все это Выходит Но мы же платим За впечатления Они всегда Не дешевые Да И благодаря Именно экскурсии Получая Появляется Возможность Увидеть то Что Дикому туристу Не увидеть Даже с машиной Даже с машиной Да А так Ну что В целом В целом Мое впечатление В принципе Удовлетворительно Я бы сказал Оценил это Ну так На тройку Крепкую Хорошую тройку Это была Не самая лучшая Экскурсия На которой я был Я имею ввиду экскурсии Такие вот с гидом С Трипстером Но и далеко не самое худшее Здесь были свои Откровенные Несомненные плюсы Хорошая нормальная Средняя экскурсия Да Нам есть с чем сравнивать Мы в четвертый раз С Трипстером едем И первые три экскурсии Они были На мой взгляд Все-таки Получше Это вот В Куршскую косу Когда мы ездили На На Куршскую косу В Калининграде И В Териберку В Мурманске Да В Териберку И в Хибины Там было Ну как-то По-другому Дело в том Что На этой экскурсии Гид Он скорее выступал В роли Координатора И организатора Нежели Рассказчика Ну да Кое-какую А нас пропускают Да Кое-какую информацию Нам дали Но она такая была Общая И поверхностная Поверхностная Да Ну вот Про какие-то Такие мелочи И это было Скажем Разрознено Поэтому в голове Вообще ничего не осталось Простите Да В то же время Нельзя сказать Что она была Бесполезная Она именно Вот такая Ну беседа Просто чтобы Не в молчании Ехать Все-таки Неблизки При этом Все было Очень четко Организовано Мы приезжали На место Например К церкви Где Было Где жило Браунгшвейгское Семейство Да Там Или К парому В музей Ломоносова Да И там Все четко Там Вот Он передает Нас рук на руки Экскурсоводу И там Четко нам проводят Экскурсии И так далее И так далее То есть Вот именно Вот этот режим Координации Он был На хорошем уровне Да То есть Там не было Каких-то задержек Заминок Приехали Нам все Рассказали Да Мы сказали Спасибо До свидания Садимся в машину Едем дальше Опять же Мы были Привязаны К расписанию Парома Парома Да И мы не опоздали На паром И никаких проблем С этим Не было Да Плюс Я так понимаю Какие-то знакомые Гида Там нас подвозили Из-за чего пришел Мы сумели Сэкономить На пароме То есть Все было Очень четко Организовано В плане Координации Это да То есть Гид как менеджер Сработал просто Отлично Да Так Что касается Каких-то Недочетов Да Тех мелочей Которые нас Зацепили И то что не дает Нам возможности На более Высокий балл Да Оценить Эту экскурсию Каких-то Минусов Наверное не было Но были Глобальных Не было Были особенности Да Ну Из-за того что мы были Привязаны К расписанию Теплохода Практически у нас Не было Свободного времени Где-то походить Что-то поснимать Вот как мы любим Да Вам Пересказать Рассказать Ну или просто Как следует Пофотографировать С мутором ракурсов Да Со всеми Такими-то серьезными Личами С этим Были проблемки После посещения Вот этой Церкви Ну колокольни Ну у меня вообще Не было возможности Вам рассказать Что я там Видела Да Просто не было Места Где развернуться И все Бегом-бегом Да И про это Браушвейхское семейство То я толком Тоже не рассказала Но я надеюсь Вы знаете Про него Хоть что-нибудь Вот Что еще А В музее Да У нас не получилось Поснимать Потому что Там была экскурсия Там даже Не пофотографировать Было Я даже не знаю Можно было бы Там снимать И фотографировать Потому что Мы об этом Даже спрашивать Не стали Там была Прям такая Полноценная экскурсия Полноценная Конечно Сами Мы бы там Развернулись Во все стороны Но не вышло И после Когда мы вышли У нас тоже Не получилось Вам ничего рассказать Ну что поделаешь Вот такой формат Это особенности формата И нашего И того В котором мы участвуем То есть Если вы не снимаете ролики То в общем-то Сами для себя Вы не заметите Каких-то таких Недочетов И вот Один из Недостатков Это Это то Что у нас Практически Не было возможности Поесть Да Сколько там Десять минут Да Нас завезли в кафешку Я думала Что нас Где-то в другом месте Покормят И что в эту кафешку Мы заскочили Просто потому Что у нас есть время До парома Но нет Оказалось Что это единственное место Где мы Можем покушать И на все про все У нас Сколько там Десять минут Да Это немножко Это обескуражило Да То есть Поесть полноценно Не вышло бы ни в какую Пришлось перебиваться Какими-то там Сладостями Причем на скорую руку На скорую руку Это раздражает до ужаса И Добавляет удовольствия Более того Кафешка Ну Извините Ни о чем Абсолютно Я думаю Пойдем вот так Ну давай сюда И ветер Снова Да К сожалению Да В общем Этот процесс питания Скажем Не очень Ну вот Это уже была Именно накладка Такая Организационная Мне кажется Возможно А может и нет Может быть В принципе Там заскакивают В эту кафешку Все Вот чисто на 10 минут Быстренько перекусить Все-таки когда Восьмичасовое Восьмичасовое путешествие У тебя Мне кажется Тут следует Закладывать Ну хотя бы Полчаса Ну да Во всех других Экскурсиях Мы находили Время чтобы покушать Полноценно Полноценно Да Пусть это было В каких-то Пафосных заведениях Как в Териберке Да Или на Курской косе Но Но это было Но это было Да То есть мы могли поесть А здесь Ну реально Или я бегу Снимать Памятник Который случайно Вообще Обнаружила Или я ем Да Выбрались Мы Туда Где посветлее А то совсем В потемках С вами Разговаривали Ну а с другой стороны Что тут В сумерках Рассмотришь Да Ну Главное же Послушать Наши впечатления От экскурсии Я так считаю Ну если вам Интересно Конечно Да Так что В целом Все нормально Могло быть Лучше Но было Как было Да Все что Мы хотели Увидеть Мы увидели А то что Не смогли Снять Видео Ну Собственно Так и не для Блогеров Экскурсия Была Просто так Это наша Специфика А вот то что Свободного времени Да Не было Хотя бы Просто Походить Вот это Небольшой Недостаток Но это я уже пошла По второму кругу Так что Вот так Мы с вами Съездили В Холмогоры В село Ломоносово Надеюсь Вам было Интересно Надеюсь Этот ролик Получится Более-менее Адекватный Немного Информации Но вот Все что Смогли выжить То и выжили Да Рекомендовать Естественно Эту экскурсию Я не буду Каждый Решает сам Куда ему Ехать С кем И ехать Либо Обще Да На этом ролик Я свой Буду заканчивать Большое спасибо За то Что вы посмотрели Это видео Всем пока